Добрый вечер, уважаемые телезрители! В студии Вадим Малышкин в эфире Первого Балтийского канала новости Таллина. За минувшие сутки в Эстонии были сделаны 3934 теста на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 524. Эти данные шокировали общественность, ведь это самый высокий показатель в Эстонии с момента начала пандемии. Об этом и многом другом в программе новости Таллина. Мрачный антирекорд. Такого количества положительных анализов прежде не было никогда. Столица приходит на помощь. Новые инициативы Таллинской мэрии по защите населения. Непонятные легкомысли. Жители вновь попадаются на удочку интернет-мошенников. Праздник должен состояться. Судьба рождественских торжеств зависит от каждого из нас. Ограничения, введенные правительством, меры, предпринимаемые столицей, это минимум того, что необходимо делать. Взрослые люди должны ограничить общение, сократить встречи даже в самом ближнем кругу. Ситуация складывается даже таким образом, что из-за колоссальной нагрузки некоторые медицинские учреждения нашей страны готовы начать набор волонтеров, которые помогли бы им в уходе за больными коронавирусом. Тему продолжит Сергей Овченков. Статистика заболеваемости от коронавируса свидетельствует о стабилизации этого показателя, а смертность от осложнений, вызванных COVID-19, не превышает общие показатели смертности в Эстонии. Но тут нужно учитывать именно фактор стабилизации, а не то, что распространение идет на убыль. Как показывают данные, тяжелее всего сейчас ситуация в силаме. Последующие по степени тяжести места занимают Таллин и Тарту, где численность заражений растет очень быстро. В Идавирума медицинские учреждения бьют тревогу, поскольку там ощущается острая нехватка среди медицинского персонала. Именно это послужило причиной принятия решения о дополнительном найме персонала среди волонтеров. Мы сейчас видим ситуацию, при которой у нас достаточное количество больничных коек для ковидных больных. Но у нас не хватает медицинского персонала. Это связано с тем, что большинство медиков направлено на лечение тех, кто заразился коронавирусом. Да и сами медицинские работники тоже заболевают этим вирусом. Сейчас наиболее серьезная ситуация сложилась в Нарвской больнице, куда департамент здоровья отправит вспомогательную рабочую силу. Многие сейчас уповают на вакцину, которая должна поступить на европейский рынок в ближайшее время. Напомним, что министр социальных дел Тан Аль Кейк представил соглашение между Еврокомиссией и фармацевтической компанией «Модерна COVID-19» о предварительной закупке. По словам генерального директора департамента лекарственных средств Кристин Раутсеп, на данный момент в финальной стадии разработки находится 13 вакцин. И Эстония особенно тщательно следит за двумя из них. Это «Модерна» и «Пфайзер». Производители данных вакцин, по сравнению с другими фирмами, продвинулись намного дальше в плане исследований и информирования. Мы следим за ними особенно тщательно, потому что мы считаем, что они, скорее всего, первыми появятся на рынке уже с готовой вакциной. Более подробную информацию о вакцине департамент здоровья будет предоставлять по мере ее поступления. Но нужно понимать, что на данный момент вакцины еще нет, а это означает, что мы должны соблюдать все меры предосторожности. Вирус распространяется, количество заболевших не снижается. Доказательством тому служит то, что завтра Кабинет министра по всей вероятности объявит о дополнительных ограничениях, которые могут коснуться спортивных секций, спортивных кружков или занятий по интересам. Возможно и другие ужесточения, но о них пока можно только гадать. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Талина. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с коронавирусом, Североэстонская региональная больница устраивает дни донора не только в центре крови, но и создает выездные бригады. Например, 1 декабря подобный мобильный донорский центр был организован в одном из сталинских отелей. По словам медиков, в последние недели запасы донорской крови приближаются к критическому минимуму. Как раз в данный момент вклад каждого донора чрезвычайно важен. Независимо от количества больных коронавирусом, в больницах есть множество пациентов, чья жизнь поддерживается именно благодаря донорской крови. Однако в нынешней ситуации не только система здравоохранения перестроилась, но и вся наша жизнь протекает иначе. По понятным причинам в гостиницах сейчас постояльцев немного, а конференц-залы просто пустуют. Руководство отеля пришло к выводу, что отдать на время свои помещения врачам – благое дело. Персонал гостиницы охотно помог переоборудовать залы для донорского центра. Выездные бригады доноров работают постоянно. Например, вчера и сегодня временные центры крови развернулись в двух крупных столичных отелях. Однако процедура сдачи крови точно такая же стерильная и безопасная, как и в медицинских центрах. «Разница только в том, как расположен наш метасмотр, в каких комнатах, как берут кровь и так далее. Что это все одно, аппаратура одна, все идет в один и тот же банк крови. Просто это делается для того, чтобы людям было намного удобней. Не каждый может ездить в Копли. Мы также и в соседних городах. То есть не каждый может ехать в соседний город, чтобы сдать кровь. А желание, оно чаще, чем есть. Чаще есть желание, нежели есть возможность». Для удобства доноров выездная бригада появляется в разных частях Таллина. На сайте донорского центра всегда есть список мест на неделю, куда отправится выездная бригада медиков. В такие мобильные центры могут приходить как постоянные доноры, так и те, кто давно хотел сдать кровь, но решился только сейчас. По словам Артура Якобсона, хотя сейчас и брошены все силы на борьбу с короной, так же, как и в обычное время, есть больные, чья жизнь напрямую зависит от донорской крови. Чем выезды наши хороши, это тем, что если кто-то боится, например, на общественных транспортах кататься, то когда мы куда-то выезжаем, мы, может быть, будем ближе к их дому, соответственно, они смогут, может быть, пешком, меньше контакта будет с другими людьми, например, когда будут ехать, чтобы сдать кровь. Если выездная бригада уже несколько раз была в каком-то месте, то многие доноры об этом уже знают и заранее готовятся к тому, чтобы прийти и сдать кровь. Центр крови напоминает, что донором может стать любой гражданин или постоянный житель Эстонии в возрасте от 18 до 60 лет без проблем со здоровьем. А для дня донора дата 1 декабря была выбрана еще и потому, что это начало рождественского месяца. Ведь именно сейчас начинается время чудес. А что может быть чудеснее спасения человеческой жизни именно благодаря донорскому пожертвованию? Лен Туровская, Роман Васильев, Новости Таллина. Как говорилось ранее, рост количества заболевших коронавирусом, скорее всего, повлечет за собой и введение дополнительных ограничений. Столица также готовится к возможной реализации самого мрачного сценария. И можно только пожалеть, что к сделанным ранее предложениям города поначалу не очень прислушивались. Однако и теперь мэрия прикладывает всевозможные усилия для того, чтобы избежать самого драматичного развития событий. Напомним, что когда Министерство образования и науки приняло решение ввести дистанционное обучение для гимназической ступени, то столичные власти обратились в просьбу сделать определенные исключения для таллинских гимназистов. В итоге министерство пошло Таллину навстречу. Однако из-за растущего количества заболевших коронавирусом, по всей видимости, могут быть введены дополнительные ограничения для спортивных секций и кружков по интересам. Это означало бы, что многие организации снова были бы закрыты, как это произошло во время первой волны. По мнению столичных властей, в данной ситуации можно было бы сделать также определенные смягчения, которые были реализованы в отношении дистанционного обучения. Тем более, что Таллин готов предоставить со своей стороны посильную помощь. У нас есть пакет предложений относительно мер, которые будут предприниматься в сфере образования по интересам. Мы здесь видим также необходимость более системного и более детального подхода к определенным особенностям. Мэр Таллина высказал мнение о необходимости дополнительных мер, например, введение обязательства носить маски участникам массовых мероприятий и на улице. Напомним, что с конца прошлой недели власти Таллина начали бесплатно распределять защитные маски в столичных школах. Защитные маски бесплатно получат и малообеспеченные жители города. В школах Таллина распределят почти 23 тысячи многоразовых масок и малообеспеченным людям раздадут почти полтора миллиона одноразовых масок. По словам мэра, вызывает тревогу, происходящее в системе здравоохранения. Уже сегодня приходится частично ограничить проведение плановых медицинских услуг и может возникнуть опасность, что через неделю или две будут ограничены и услуги экстренной медицинской помощи. Если в Нарве уже ищут порядка 50 волонтеров, которые могли бы помочь по уходу за ковидными больными, то как с этим обстоит ситуация в столичных медучреждениях? Конечно, наши медики ведут такие переговоры и, в частности, наш северный штаб медицинский рассматривает всевозможные варианты. Уже добавлены дополнительные места в наших таллиннских больницах. Если понадобится, есть еще возможность развертывания того госпиталя, который мы видели на Сарема весной. То есть возможность, конечно, есть. Столичные власти еще летом говорили, что важно подготовиться и к наихудшему развитию событий. Но тогда далеко не все, в том числе и власть, придержащие к ним, прислушались. Уже сегодня следует оценить, насколько велики ресурсы и что следует предпринять в случае возникновения черного сценария. И в такой ситуации особенно важно тесное сотрудничество структурных подразделений государства и местных самоуправлений. Но и от самих людей тоже многое зависит, чтобы не был реализован локдаун, на пороге которого мы уже стоим. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина. И все-таки эпидемия не должна парализовать важнейшие городские начинания. Если у вас есть какие-то интересные предложения, то их от вас ждут до конца этой недели. Сбор идей для народного бюджета окончится 6 декабря. Объем инвестиций на реализацию предложенных самими жителями проекта в следующем году составит 800 тысяч евро. Столица дала таллинцам возможность подавать идеи по благоустройству собственных районов. Но здесь стоит поторопиться. В условиях народного бюджета прописано, что любой житель города может предложить свои идеи для обустройства своего района за счет муниципальных средств. Но и здесь следует считаться с тем, что эти денежные средства могут быть направлены только на объекты, которые будут доступны для всех таллинцев. 75% всей суммы будет распределено среди районов поровну, а 25% в зависимости от количества населения в районе по состоянию на 1 июля текущего года. На данный момент нам уже поступило более 220 идей из всех 8 районов. И надо понимать, что когда люди представляют идеи к народному бюджету, это не просто предложение, в котором описана некая просьба что-то сделать. Как правило, люди расписывают достаточно точно свои идеи, расписывают, кто получит пользу от осуществления этих идей, и сколько может стоить их реализация, и также описывают более детально, что именно они бы хотели, чтобы было сделано. Народный бюджет должен открыть новые возможности как таллинцам, так и городу. А потому поступившей идеей, наибольшее количество которых было в районах Кесклин, Ласнаме и Пыхья-Таллине, будет оценивать экспертная комиссия. Этот финансовый документ будет поистине народным, ведь прошедшие отбор проекта будут представлены для ознакомления и обсуждения, а их судьба будет решаться не кулуарно, а общенародно, ведь затем лучшие идеи будут вынесены на голосование жителей. В каждом районе Таллина в будущем году будет реализовано как минимум по одному замыслу, который представили сами горожане. Он должен отвечать требованиям народного бюджета и получить максимальное число голосов района. У нас уже на сегодняшний час 37 проектов поступило. Этот проект не мероприятие, не концерт, а это должен какой-то, например, какой-то стадион или для общины что-то мы построим. Значит, от этого проекта что-то должно остаться как объект. Проект «Народный бюджет» стал тем редким и даже уникальным начинанием, которое поддержали все и правительство города, и практически все фракции горсобрания. Да, это и понятно. Кто лучше жителей знает все детали о желаниях и потребностях своих соседей по части города. А еще важно и то, что действуя сообща, проводя обсуждения, в которых могут принять участие все заинтересованные стороны, создатели бюджета делают его прозрачным. А кроме того, уж он точно не спровоцирует неразумные расходы. А нам остается только повторить. Если у вас есть какие-то интересные предложения, то их от вас ждут до 6 числа этого месяца, то есть до конца этой недели. А потом уже последует вся обязательная для такого бюджета процедура – оценивание возможностей и важности для людей реализации предложений, уточнение представленных проектов с авторами, печальный для кого-то этап отсеивания. Но весь этот процесс, включающий публичное голосование, завершится в конце января. И тогда мы узнаем самых креативных и неравнодушных горожан, которые готовы сделать все возможное, чтобы их улица, дом или район, а также проживание там стали лучше. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Роман Васильев. Новости Талина. Самым громким назначением последнего времени стало утверждение Якааба на должность министра образования и науки. И сегодня Якааб у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Конечно, тема образования волнует многих, особенно в наше непростое время. Мы понимаем, что вы пока что только вникаете во все вопросы. Тем не менее, как прошла ваша первая неделя? Довольно ображенно. Придется заниматься содержанием вирусов и давать комментарии, что я собираюсь делать на этом посту. Один из самых главных, наверное, глобальных вопросов – останутся ли русские школы? Я думаю, что русские школы в каком-то количестве и в длинной перспективе остаются. В ближайшее время они все равно… их количество уменьшается, в последние годы уменьшался и, наверное, будет уменьшаться. Но не очень радикально и трагически. Все-таки сфера образования для вас не новая, вы в ней разбираетесь, ведь вы по образованию учитель русского языка и литературы. Как вы думаете, это поможет вам найти общий язык с коллегами из русских школ? Думаю, это помогает, конечно. Как и сейчас я могу дать комментарии на русском языке. И важно, да, чтобы не только русские школы, но и эстонские школы, где все больше учатся русскоязычных детей, обращали внимание на то, чтобы эти дети смогли как-то и свою культуру изучать, то есть русскую культуру все-таки, даже в эстонских школах, и сохранить их хорошее умение в языке. На сегодняшний день какова стратегия по поводу борьбы с вирусом, и если брать школы и образовательные учреждения? Мы же видим, это положение все время меняется, и цифры ухудшаются. Поэтому приняли решение, что гимназисты в Таллине Хариума и Дабируума учатся дистанционно пока, временно хотя бы. Остальные, и основная школа, и начальная школа продолжают в контактном обучении. Я думаю, что завтра все-таки правительство или департамент здоровья в этом изменении пока не сделают. Как вы видите образование в Таллине, в Эстонии в будущем? Я вижу это оптимистично. Все-таки эстонские дети почти что самые умные в мире. Это мы узнали по международным тестам. Этот уровень надо держать и повышать. Спасибо за информацию. Желаю успеха. Спасибо. Напоминаю, что нас в гостях был министр образования и науки Яак Аб. А мы продолжаем наш выпуск. Полиция вновь и вновь напоминает жителям о том, что по своей доверчивости, граничащей с легкомыслием, они все чаще становятся жертвами мошенников. Несмотря на все предупреждения, в том числе и в нашей программе, немалое число наших жителей вновь теряют крупные денежные суммы, которые могут особенно понадобиться, чтобы пережить период пандемии, когда многие остаются и без рабочих мест, и без доходов. И сюжет Сергея Дедыкина напомнит, что очень важна солидарность. Нужно оповестить своих близких об опасности, чтобы их сбережения не стали добычей нечистых на руку людей. В ноябре, по данным полиции, по всей Эстонии был зарегистрирован 21 случай аферы под предлогом предложений о выгодном инвестировании. На крючок мошенников попались 15 жителей Таллина и окрестностей, а потеряли они 624 тысячи евро. Есть и другие схемы. В 23 случаях было совершено преступление по знаменитой схеме «фальшивый звонок из банка». И хотя о них предупреждали все СМИ, в том числе и наши, более 107 тысяч евро ушли в карманы преступников. Прискорбны и то, что все чаще жертвами становятся неосведомленные об этих схемах люди преклонного возраста. Так, например, 72-летней женщине не пообещали выгодно вложить в криптовалюту. Для этого она предоставила дистанционный доступ неизвестным лицам к своему компьютеру при помощи специальной хакерской программы AnyDesk. И по их подсказке перевела денежные средства на интернет-кошелек. Пожалуйста, перепроверьте адресат. Кто именно вам отправил эту информацию? Погуглите его данные. Потому что у нас были случаи, когда якобы работник финансовой инспекции предлагал помощь в возврате финансовых средств, но общался с интернет-пользователем через электронный адрес, который заканчивался на yahoo.com. Все мы знаем, что у полицейки заканчивается электронный адрес на policy.ee, у финансовой инспекции — fee.ee. Не стоит забывать и о мошенниках, представляющимися сотрудниками банков, которые сообщают, что на счету их клиента была совершена ошибочная сделка, и для этого надо зайти в интернет-банк, чтобы установить защитную программу для банковской карты. А потому стоит помнить, что личные данные незнакомым лицам ни в коем случае разглашать нельзя. Если в телефонном разговоре или в электронном письме незнакомцы у вас спрашивают PIN1, PIN2, для Smart ID спрашивают ваш личный код, ICQ-код, или данные кредитной карточки, номер карточки и трехзначный код подтверждения, то 100% сами связались мошенники. Прервите разговоры, заблокируйте их в телефон или электронный адрес и передайте информацию в полицию. Схем мошенничества сегодня очень много, и уж совсем уникальны те, когда к вам обращаются родные медийные лица. В этот раз приманкой, сам того не ведая, стал знакомый всем диктор Первого Балтийского канала Юрий Кушпела, который будто бы предлагал финансовую компенсацию за утечку данных из соцсетей, чего, конечно же, в реальности не было. Пожалуйста, уважаемые телезрители, не ведитесь на это. Мало того, что использовали мое лицо и лицо моей коллеги Юлии Пилин в этих таких грязных целях, в этих махинациях, поверьте, мы никакого отношения к этому не имеем. Более того, уже поданы благодаря юристам жалобы на этот канал YouTube, и будет проводиться какое-то расследование. Только за первые 10 месяцев этого года со счетов доверчивых клиентов инвестиционные мошенники похитили 4 миллиона 700 тысяч евро. Ущерб же от звонков липовых специалистов банков составил 340 тысяч. А потому, если вы читаете или слышите о таких новостях в СМИ, не будьте безразличными к ним. Позвоните своим близким и поговорите с ними об их бдительности. Сергей Дедыкин, Роман Васильев, Вячеслав Скалецкий. Новости Таллина. Мы хотим сделать все, чтобы праздник, несмотря ни на что, все-таки состоялся. Это слова мэра Таллина Михаила Кылварта на сегодняшней пресс-конференции. Надеемся, что следующий сюжет вас убедит в том, что город разработал обширную праздничную программу. Но, конечно, даже на мероприятиях на открытом воздухе все должны носить маски. Мэр также напомнил, что и наше с вами поведение в дни, предшествующие Рождеству и Новому году, во многом определит, будут ли эти события праздничными по-настоящему или придется предпринимать жесткие меры. О будущих праздниках помечтала Лина Туровская. Сегодня по улицам старого города, согласно красивой рождественской традиции, прошла процессия, возглавляемая священнослужителями. Епископ Римско-католической церкви осветил рождественские вертепы, которые уже выставлены в витринах. Во многих христианских странах в главные зимние праздники существует традиция делать рождественский вертеп, то есть композицию, воспроизводящую сцены Рождества Христова. Переняли эту традицию около пяти лет назад и находящиеся в образовательной коллегии старого города таллиннские католические лютеранские школы, чьи ученики в преддверии Рождества мастерят собственными руками такие замечательные скульптуры на библейские темы. В этот раз есть вертепы, изготовленные как ребятами, так и профессиональными художниками. На открытии мероприятия сегодня говорилось не только о значении рождественских праздников, но и о том, что проходят они в этот раз не совсем обычно. Я думаю тоже, что это очень много помогает дать вот этот дух, рождественский дух. И может быть этот год нам это нужно еще больше, чем раньше, потому что это вот этот год, где Рождество будет, если Бог хочет, как всегда очень красивый, конечно. Но для многих людей, прежде всего для старых людей, может быть это будет такое Рождество, где они не могут быть со своими детьми, со своими внуками. Рождество всегда было семейным праздником, что в этом году особенно важно. Если мы посмотрим на вертеп, то прежде всего увидим семью. Я уверен, что это как бы послание нынешнего года. Рождество в семейном кругу, и младенец Христос родился в каждой семье и приходит в каждый дом, если мы откроем ему свои сердца и двери своих домов. Сцены рождественского вертепа представляют собой хлев, где появился на свете Иисус среди овец и осликов. Иногда присутствуют и волхвы, которые пришли поклониться младенцу Христу. Может быть вертеп имеет особое значение именно в этом году, когда праздник лучше провести в узком семейном кругу. Ну а если вы выберетесь на свежий воздух, например на экскурсию знакомства с вертепами, не забудьте о маске. В этот раз мы больше говорим о том, что надо искать душевный покой и силу духа. В нашей непростой ситуации праздничные мероприятия больше будут проходить на свежем воздухе. Вот рождественские вертепы разместились в витринах, и их можно рассмотреть, не заходя внутрь помещения, так что это абсолютно безопасно. Рождественские вертепы находятся в окнах школ, маленьких магазинчиков, мастерских и кафе. Ну а прекрасная традиция рождественской процессии и освещение вертепов наверняка понравилась не только детям, но и взрослым, и обязательно продолжится в старом Таллине. Лентровская, Роман Васильев, Новости Таллина. Выпуск новостей подошел к концу. Многие из них были не слишком оптимистичными, но таково нынешнее время. Как вы поняли из некоторых материалов, от нас в очень большой степени зависит, по какому сценарию будет развиваться наша жизнь. Также хочется напомнить включить телевизор в пятницу в 20.50, когда мы подводим итоги недели. А в субботу в 11.15 в программе «Русский вопрос» речь пойдет о важнейшем для наших зрителей вопросе – будущем русского населения в Эстонии. А я, Вадим Малышкин, с вами прощаюсь. Желаю вам приятного вечера и, конечно же, здоровья. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин